Вы были когда-нибудь в настоящей степи? Если нет, бросайте все и срочно приезжайте сюда, в Калмыкию. Здесь вы будете крутить молитвенные барабаны, даже если вы далеки от буддизма. Будете пить соленый чай, даже если первое впечатление от него было не самое приятное. Вас обязательно провезет на своей мягкой спине верблюд. Вы почувствуете свободу и эйфорию от открытого до горизонта пространства. И если повезет, попадете в настоящую пылевую бурю. Субтитры подогнал «Симон» Мы приехали в Элисту. На первый взгляд, это один из постсоветских городов, каких много в нашей великой и могучей. Со всеми характерными атрибутами, и, конечно, памятником Владимиру Ильичу, которые, кстати, передвинулись к главной площади, освободив место для культовой буддистской постройки. И мне кажется, именно эта смесь советского прошлого и религиозных сооружений и делает Элисту абсолютно ни на что не похожей, самобытной и оригинальной. Здесь, если приглядеться, есть национальная изюминка. Киоски, остановки в форме пагод. Почти на каждом заборе и деревце разноцветные флажки и ленточки. Поселение на месте, где сейчас город, возникло в 1845 году с легкой руки императора Николая Павловича, который сдал указ о посадке на территории калмыцкой местности лесных массивов. Туда начали приезжать рабочие люди, появилось небольшое поселение. В основе названия лежит калмыцкое «Элсон» – песок, песчаный. Масштабное строительство началось с указом о переносе сюда столицы в 1927 году. Сам же народ Калмыкии – это часть западных монголов, айратов, мигрировавших из Центральной Азии на Нижнюю Волгу и Северный Прикаспий. Новый год Ученик Здесь 子 Даже если вы не имеете представления о буддизме, просто не сможете удержаться, чтобы не покрутить этот огромный молитвенный барабан в пагоде 7 дней на главной площади города, естественно, имени Ленина. Здесь их крутят все – туристы, местные жители, проходя мимо. В религиозных целях их принято крутить, чтобы активность физическая сочеталась с духовной. Барабаны наполнены мантрами. Например, в этом барабане в центральной пагоде заложены 75 миллионов мантр. И вращение барабана является заменой их прочтению. Название пагоды связано с семью буддами, пришедшими в наш мир. В городе много памятников и арт-объектов, и не все они сразу понятны и однозначны. Например, этот, оказывается, символизирует Евразию. Камни – это страны, а вот дырки посредине – это духовная пустота, которая возникла после крушения СССР, по мнению скульптора. Тут, как говорится, без 100 грамм калмыцкого чая не разберешься. Также не сразу понятны отношения к традиционному калмыцкому напитку – чаю с молоком и солью. Я действительно не могла понять, нравится мне он или нет. Потом распробовала и поняла, что нравится. Но только здесь, в Калмыкии. Но то, что это самостоятельное блюдо по сытости, я убедилась. Чай с молоком, он мне напоминает обычный, причем не зеленый, это черный с молоком. Причем, что здесь бульон. Зеленый, так очень, что бульон. Как кожи, бульоны застроли. Скажи, что бульон, это бараньи. Все. А мне нравится черный матч. Закончил с моим ветеринством. Везде, в парках, на заборах, в деревьях, вы увидите ленточки и молитвенные флажки. И это не просто для красоты. Привязывание ленточек – благодарственно-просительный обряд, надежды на исполнение желаний, благодарность за то, что имеется. А дерево олицетворяет связь неба и земли. То же самое с флажками. На многих из них уже напечатаны молитвы и символы. А развивающиеся на ветру лоскутки ткани также заменяют чтение мантр и молитв, как и барабаны. Приехав в Элисту, вы обязательно побываете в юрте Кибитки. Калмыки – носители развитой кочевой культуры. Издавна умели возделывать кожу, войлок, который шел на покрытие юрты, ковров, попон для лошадей и верблюдов. Из-за особенностей кочевой жизни и жилище должно быть соответствующее. Чтобы сняться с места стоянки, разобрать юрту, уложить имущество, навьючить животных требовалось всего 2-3 часа. Юрта весит около 350 кг. Ее легко перевести навьюченных животных. Это сокровенное письмо у нас. Его никто не владеет им. Да, только им в Нильце. Вот я вам написал благопожелание. Когда оно исчезнет, значит оно благополучно настигло в Небесной канцелярии. Да, у вас, значит, все будет хорошо. У вас среди вас грешных нету. А если он не исчезнет, значит кто-то там сгрешил. Ну, еще если немного говорить про буддизм, да, хочу сказать, что вообще буддизм в мире, в мире, да, уже буддизм, ну так, в большом понятии, да, в мире распространили именно калмыки. В 17 веке, когда калмыки пришли сюда, они были уже буддисты, да, уже исповедовали буддизм. И первые, когда кто пришел сюда, ну, калмыкам проводить свою работу, это были православные монахи, да. И они проводили миссионерскую деятельность среди калмыков, ну, думали, калмыки язычники, непонятно, откуда пришли, да. И вот, ну, по мере знакомства они стали, как бы, изучать калмыков, да, и вот поняли, что у калмыков есть своя религия, да, философия. А это ступа просветления, исполняет все ваши желания, символизирует победу над трудностями и способствует преодолению препятствий. Сам обряд очень простой. Обойти вокруг постройки. Зайти внутрь, предварительно разувшись, и, главное, верить, что все ваши желания обязательно сбудутся, даже без ступа. В годы Великой Отечественной войны пострадала не только территория Калмыкии. Кровопролитные сражения в августе-декабре 1942 года имели большое значение в Сталинградской битве. Но и сам народ, который подвергся депортации в ходе операции Улусы. Так же, как и немцев по Волжье, их объявили пособниками немецких оккупантов и предателями. Вывозили в основном в Омскую, Тюменскую, Новосибирскую область, Красноярский, Алтайский край. Схема выселения уже была обкатана на немцах. Минимум времени на сборы и вагон для скота. По различным данным, последствиями депортации стали потери от третьей до половины всего довоенного населения Калмыкия. Вывозили свои вещи. Немецкая машинка, Зингер, все тут сибирское, которое мы собираем уже несколько лет. И поэтому наш народ был в основном в Сибири. Тут вещь была, как всегда, такой страна. Моя фамилия Владимир Сергеев, я Калмыкин. Вы на памяти были? Да. В этом памяти я написал сихотворение, вы уже в интернет. Если хотите, можете взять себе на память. Я просто даю вам на память. Вы не подумайте о плохом. А так, мое достижение какое, я 10 лет занимаюсь искусством туристов. Подошли ко мне русские женщины и говорят, напишите в стихи. Вы же поэт, книги пишите. Я написал и выложил в интернет. В интернете несколько тысяч подписчиков. Я прочитаю смотрение про эту женщину. А вы держите, смотрите, потом и подарите. И все русские женщины мне влюбляются, но, к сожалению, женаты. Ну и, конечно, верблюда. Неизменные спутники и неутомимые помощники кочевого народа. Калмыкия является родиной уникальной породы двугорбых верблюдов – бактериан. Калмыцкие бактерианы – удивительно приспособленные животные, способные переносить самые трудные условия, самые крупные по размерам. Мясо верблюда употребляли в пищу, из шерсти делали войлок. Но что интересно, калмыкии использовали верблюдов и в военных целях, как боевых животных. Конечно, вражеские лошади превосходили возможности верблюда. Но своим видом эти корабли степи пугали лошадей, и те не хотели с ними связываться. Вот и сай. Субтитры было бы. Субтитры было бы. Субтитры было бы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Hadd John. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А это самая главная постройка города Буддийский храм, или как его еще называют Хурул, самый большой в Европе, золотая обитель Будды Шакемуни. Около него стоят 17 пагод со статуями пандитов, буддийских учителей. У подножия лестницы, ведущей ко входу в храм, стоит статуя Белого Старца. Это божество Цаганаав, хранитель жизни и долголетия. Лестница украшена по центру каскадами фонтанов, семью чашами. Входя в храм, нужно обязательно снимать обувь, женщинам в брюках накинуть на пояс платок. Внутри храмах категорически запрещено снимать, могу только сказать, что стоит увидеть это своими глазами. Внутри очень красиво, расписные стены, огромная золотая статуя Будды. Если вы далеки от буддизма, вам будет интересно побывать в этом месте, посидеть в тишине на лавочке, насладиться благовониями, полюбоваться оформлением зала. Простор, свобода, степь. Нет преграда для ветра, несущего степную пыль. Доброжелательные местные жители – это Калмыкия. Кто был здесь, уже никогда ее не забудет. Доброжелательные местные жители – это Калмыкия. Калмыкия.